добрый день в этом видео я расскажу как собирается киломинкс киломинкс это младший брат мегаминкса мегаминкс это аналог кубика 3 на 3 а киломинкс аналог кубика 2 на 2 форме до декаэдра мегаминкс 3 на 3 кубик 3 на 3 мегаминкс 2 на 2 кубик 2 на 2 если вы умеете собирать обычный мегаминкс то скорее всего киломинкс тоже соберете обязательно попробуйте сделать это самостоятельно в этом видео я подробно расскажу как собирается киломинкс причем методом для начинающих продвинутый будет отдельно это видео подойдет даже для тех для кого киломинкс это первая головоломка киломинксы могут выглядеть по-разному от разных производителей но основное отличие по сборке только с теми у кого есть цветные центры классический кламинкс выглядит вот так цветные уголки но центры одинакового цвета со всех сторон но бывают вот такие где цвет центра соответствует грани собираются не примерно так же я обязательно покажу в чем отличие если у вашего киломинкса есть центр его можно снять то я рекомендую это сделать во первых он будет лучше вращаться во вторых если он цветной то вы получите классическую головоломку у такой версии даже если центр снять все равно цвет под крышечкой останется так что принцип сборки не изменится киломинкс также как и кубик два на два состоит только из углов да есть дополнительные внутренние элементы но их собирать не нужно внешние элементы это только углы у кубика их 8 у киломинкса их 20 у кубика грани 6 у киломинкса 12 и первый слой на киломинкс собирается примерно так же как на кубике 2 на 2 начнем собирать с белого цвета для этого нам нужны уголки с белой стороной берем какой-нибудь бело-желто-синий здесь слева желтый справа синий снизу белый нас интересует цвет который справа бело-синий уголок ищем еще один бело-синий уголок вот он есть можно его интуитивно вот так вот поставить рядом и цвета сразу будут совпадать так получится если вот в таком положении белый цвет будет смотреть на нас и вот это место если не занята то есть раз и стоит на месте если уголок вот в таком положении можно отвести его назад да и вот так вот поставить тоже будет хорошо но опять при условии что вот здесь не заняты ну так мы будем ставить 4 уголка а с пятым уже как-нибудь разберемся вот получилось нас два перехватываем теперь уголок вот этот бело-красный смотрим на правый цвет ищем такой же бело-красный уголок вот бело-красный подводим поближе если получилось вот такое положение что белый цвет направлен вправо то можно его как-то не разворачивать а просто сделать пиф-паф пиф-паф из кубика 2 на 2 кубика 3 на 3 если вы не знаете что такое пиф-паф я сейчас покажу поднимаем правую грань поворачиваем верхнюю опускаем правую грань ну в пиф-пафе 4 хода так что можно сделать еще вот такой но сейчас он не особо нужен раз два три элемента дальше если у нас элемент следующий бело-зеленый нужен он как раз вот здесь вот стоит и его нужно другой стороны поставить чтобы цвета совпадали можем поднять вот так если здесь не занято и посмотреть что получилось белый сверху можно отвести назад и отсюда уже поставить вот так и все будет хорошо ну и ищем последний подводим над своим местом он должен быть вот здесь если белый цвет вправо то опять делаем пиф-паф все стоит хорошо если белый цвет направлен вверх то уже не получится отвести назад и сделать вот так то что мы сломаем тот уголок который вот здесь поэтому так мы делать не будем вернули все на место 4 уголка есть белый вверх белая грань снизу если белый вверх можно сделать 3 пиф-пафа 1 2 3 не все становится хорошо и сзади ничего не сломалось если белый цвет направлен на нас то можно сделать 5 пиф-пафов а можно сделать один обратный если бы это уголок был не последним вы просто наклонили вот так но тогда ломается вот этот поэтому либо 5 обычных что не рекомендую либо один обратный обратно это просто ходы наоборот сначала поворачиваем верхнюю грань потом поднимаем переднюю возвращаем верхнюю возвращаем переднюю и получается собранный первый слой посмотрим как будет отличаться сборка если версия с цветными центрами здесь напомним мы взяли первый попавшийся уголок который понравился и не обращали внимание где он стоит здесь же проще будет взять уголок который располагается рядом с белым центром вот белый центр вот какой-то уголок надо сделать так чтобы белый цвет с этим центром совпадал простыми интуитивными движениями это всегда можно сделать все от белый белый и теперь уже относительно вот этого уголка мы будем собирать остальные здесь бело-желтый уголок ищем бело-желтый вот он подводим поближе поскольку этот уголок всего лишь второй белый цвет на нас можно просто опустить вот так подходит дальше бело-синий ищем бело-синий идем поближе здесь белый вправо если вправо можно сделать пиф-паф последний ход не обязательный но для порядка сделаем дальше бело-красный где бело-красный вот где то есть также подводим поближе так белый опять направлен вправо делаем пиф-паф ну и остается пятый уголок тоже белый вправо делаем пиф-паф и прежде чем переходить к следующему этапу надо сначала еще совместить вот эти боковые цвета уголков с цветом центра на боковых гранях делать не сложно зеленый зеленый фиолет и фиолетовый и так далее дальше мегамикс 2 на 2 с центрами будет собираться точно так же как и без центров это единственное отличие мы уже сориентировали как что должно быть поэтому дальше можно на центре внимания не обращать после сборки первого слоя по методу для начинающих мы сначала соберем уголки которые примыкают вот этим углам первого слоя если был белый синий красный угол здесь должен быть тоже синий красный вот эти не собираем собираем только вот такие которые стоят на углах первого слоя я привык начинать с угла зелено-фиолетового для этого мы расположим белую собранную грань вот так вот слева чтобы случайно не сломать смотрим вот на эти цвета зеленый фиолетовый ну и ищем уголок кого такие же цвета есть вот зеленый фиолетовый пододвигаем и видим что не совпали цвета они вроде бы все есть какие нужны но стоят не там где надо с фиолетовый должен быть здесь зеленый должен быть здесь вот эту грань на которой находится этот уголок белый грани слева вращаем два раза и вот этой гранью перекидываем вот сюда подставляем еще раз все совпало если бы не совпало делаю бы еще раз так два раза перекинули вот так уже развернулась два раза перекинули стол не совпадает два раза перекинули совпало ну развернуть потребуется либо один либо два раза либо вообще не потребуется далее перехватываем следующий уголок зелено-красный ищем такой вот зелено-красный уголок подводим его на свое место видим цвет не совпадает два раза перекидываем подводим снова теперь совпало перехватываем следующий красный синий ищем вот красный синий какой то есть подводим поближе сразу совпал перехватываем синий желтый ищем и видим что он стоит как-то неудобно вернемся немножко назад вот синий желтый он стал между уже собранными уголками надо его отсюда достать для этого мы просто повернем его вот так отведем в сторону и вернем вот этот уголок на место и теперь тащим его обратно а тут должен стоять стоит хорошо дальше остается фиолетово-желтый уголок вот он не подошел по цвету два раза поверачиваем опять не подошел поворачиваем стал хорошо в итоге собрано пять уголков первого слоя и по одному уголку на втором слое это можно считать третьим слоем сделаем то же самое здесь белая грань зелено-фиолетовый уголок и ищем еще один зелено-фиолетовый раз из первого раза подошел перехватываем здесь должен быть зелено-красный ищем такой вот он как раз стоит в неудобном положении мы его извлекаем отводим в сторону возвращаем так подводим сюда плохо стоит два раза перекидываем ставим стало хорошо перехватываем следующий здесь синий-красный ну вот синий-красный но видим что он сразу не подошел можно этот момент просчитывает заранее а можно вот так вот просто разворачивать пока не станет хорошо так красиво дальше синий-желтый вот синий-желтый с первого раза встал ну тут уже все собрано в итоге мы просто собирали как обычно не обращая внимание на цветные центры дальше собираем третий слой вот эти вот уголки для этого мы белую грань располагаем снизу и на верхней грани ищем уголки у которых нет серого цвета он точно так же как на кубике 2 на 2 или 3 на 3 мы ищем уголки где нет желтого здесь же верхний цвет серый и нам нужны уголки у которых серого нет то что вот здесь вот серый не нужен вот находим уголок он красно-розово-бежевый ищем место ну здесь должен такой стоять вот красный розовый бежевый ставим над ним и смотрим на нижний цвет нижний цвет теперь вместо белого если нижний цвет слева то можно делать либо 5 пиф-пафов либо один обратный я сделаю обратный верхняя грань правая верхняя обратно правая обратно встал на место ищем дальше вот какой-то желто-зелено-оранжевый посмотрим где такой нужен ну вот здесь и нужен нижний цвет желтый желтый опять слева наш делаем обратный пиф-паф это верхняя грань вот эта правая грань раз два три четыре поднялся вот этот зелено-розово-синий и действует не тот не тот вот сюда его можно поставить нижний цвет синий и синий находится справа наш делаем обычный пиф-паф поднимаем поворачиваем возвращаем возвращаем здесь фиолетовый голубой оранжевый вот его место подводим сюда поближе фиолетовый цвет нижний он находится слева делаем обратный пиф-паф зеленый бежевый синий так мы видим отсюда опять зеленый цвет слева делаем обратный пиф-паф если держать вот так то получается он на нас но в таком положении он слева верхняя грань правая назад назад и получается все хорошо может быть такое что на верхнем слое остались только уголки серым цветом но вот этот слой еще не собран ну тогда вероятно либо какой-то уголок стоит на своем месте но неправильно развернут либо два уголка стоят не на своих местах для этого нужно в любом случае уголок извлечь с этого места ну проще всего его заменить на какой-то серый для этого достаточно сделать обычный пиф-паф то есть вот этот уголок заменяем на вот этот при помощи пиф-паф а дальше у нас сверху появляется уголок без серого цвета ну видимо и может здесь подводим сюда синий но слева люб на нас делаем обратный поднимается этот уголок здесь красный справа делаем обычный и вот третий слой собран ну и соберем здесь третий слой находим не серое сверху от серый центр есть значит грань серые вот такой вот уголок ему нужен голубой зеленый розовые цвета но видимо здесь вот этот цвет как раз нижний он находится слева 0 либо спереди делаем обратный пиф-паф так фиолетовый оранжевый такой голубенький ищем вот здесь подвигаем поближе если у нас фиолетовый цвет который нижний направлен вверх то делаем три пиф-пафа также как и на первом слое 1 2 3 вместо трех пиф-паф можно делать аналогичные алгоритмы но смысл такой же дальше вот уголок без серого желтый вот желтый он находится слева либо на нас делаем обратный пиф-паф дальше вот этот уголок без серого опять красный который снизу находится слева проверяем еще один нужен да вот здесь зеленый справа делаем обычный так проверяем третий слой собран дальше нужно развернуть все уголки четвертого слоя серым цветом вверх для этого можно использовать разные алгоритмы если не вам знакомы из мегаминкса здесь тоже будут работать но я покажу как это делать пиф-пафами чтобы для начинающих не предлагать никаких новых алгоритмов если они не известны а тогда из 2 на 2 и 3 на 3 здесь алгоритмы работают можно сильно упростить задачу как мы будем разворачивать уголки пиф-пафами также как в мегаминксе опрокидываем кубик вот так чтобы у нас грань которая должна быть серой было так вот сзади слева причем вот это движение правой грани и вот это движение верхней грани должно захватывать уголок правая грань во вторую очередь а в первую очередь верхняя грань то есть вот это должна быть серая здесь должна быть белый вот так вот белая серая когда мы будем вращать правая и верхнюю вот этот уголок должен захватываться как раз на него и смотрим если здесь серый цвет направлен вверх то нужно сделать четыре обычных пиф-пафа 1 2 3 4 смотрим уголок развернулся не перехватывая киломинкс подворачиваем следующий опять серый цвет направлен вверх делаем еще четыре пиф-пафа 1 2 3 4 развернулся опять вращаем серую грань снова 4 1 2 3 4 развернулся подворачиваем следующий здесь уже серый цвет направлен назад если назад делаем два пиф-пафа 1 2 2 развернулся следующий здесь вверх делаем 4 1 2 3 4 подворачиваем следующий здесь уже все хорошо все развернуты в итоге серый грань собрана сейчас получился самый неприятный случай когда нужно развернуть все пять уголков но может быть такое что потребуется развернуть всего два и делается точно так же берем в такое положение смотрим вот на этот уголок здесь серый цвет направлен вверх делаем 4 пиф-пафа 1 2 3 4 уголок развернулся поворачиваем тут все хорошо тут хорошо тут хорошо те которые стоят правильно мы их пропускаем а вот здесь вот серый цвет направлен назад делаем 2 1 2 любое количество уголков можно развернуть при помощи пиф-паф если серый цвет направлен вверх делаем 4 3 назад 2 если направлен влево то есть как должен быть то уголок пропускаем не пугайтесь что здесь будет что-то перемешиваться когда вы закончите процедуру все станет обратно хорошо ну развернем уголки здесь один повернут правильно а 4 нужно развернуть берем вот так серая грань здесь белая правая верхняя уголок захватываем серый цвет направлен вверх делаем 4 пиф-пафа 1 2 3 4 развернулся подворачиваем следующий серый цвет сзади делаем 2 1 2 так следующий развернут правильно следующий серый цвет вверх делаем 4 1 2 3 4 в итоге все развернуто ну и осталось переставить уголки по своим местам здесь возможны три ситуации но решаются они одним алгоритмом правда его может потребуется сделать несколько раз если вы видите вот такой вот блок значит хорошо за одно применение мы соберем киломикс до конца то есть два угла совпадают по цвету на верхней грани если есть один такой блок то обязательно есть и второй вот из такого положения эту ситуацию можно решить при помощи алгоритма лямбда из кубика 3 на 3 но я показывать не буду покажу более короткий алгоритм который в кубике 3 на 3 не используется но в мегаминксе может использоваться для перестановки ребер нужно взять один блок вот здесь другой здесь вот передняя грань слева один блок и вот здесь вот справа сзади другой и делаем следующее движение поворачиваем правую грань два раза верхнюю грань два раза правую грань в обратную сторону верхнюю один раз в ту же и повторяем правую грань дважды верхнюю дважды правую грань обратно ну и можно сделать вот такое движение чтобы полностью завершить цикл но уже не обязательно и у нас киломикс собирается повторю еще раз движение от себя дважды верхняя против часовой всегда вращается сначала дважды потом один раз потом обратно правую грань дважды верхняя один раз и повторяем правая дважды верхняя дважды правая обратно верхняя один раз вот нас опять образовались два блока берем один слева другой справа сзади из такого положения делаем эти движения правая от себя дважды верхняя дважды правая на себя верхняя один раз и доворачиваем правая грань у нас туда-обратно Верхняя сначала два раза, потом один раз Может быть такая ситуация, что блока нет То есть с любой грани уголки по цветам не совпадают Но если немного покрутить Можно заметить, что два угла могут встать на свои места Вот один и вот второй То есть совпадают с остальными уголками киломинкса Если это так, то наверняка найдутся вот такие вот глазки То есть цвет один и на соседней грани такой же Здесь слева, здесь справа Так называемые глазки Не обязательно искать уголки, которые стоят на своих местах Можно просто найти эти глазки Смотрим, синий, здесь синего нет Розовый, здесь розовый есть, глазки нашлись Зеленый, зеленого нет, бежевый И тут тоже глазки есть Какие глазки выбрать, не важно Главное, чтобы они были А вот оранжевый, тут глазок нет У нас есть бежевые глазки Есть розовые глазки На свой выбор Мы берем один глазик, оставляем на передней грани А второй, чтобы был вот здесь И делаем тот же самый алгоритм, что до этого Правая грань дважды от себя Вверх два раза против часовой Правая грань обратно Вверх один раз Повторяем Правая от себя Вверх два раза Правая на себя Вверх один раз Киломикс не собрался Но у нас появился вот такой блок Один, второй Ставим один блок слева А другой должен быть справа сзади Но здесь его нет Он здесь Значит нужно их просто поменять Один слева Другой справа сзади И делаем опять тот же самый алгоритм Правая дважды Вверхняя дважды Правая обратно Вверх один раз Правая дважды Вверхняя дважды Правая обратно Вверхняя один раз И киломикс собрался Ну и самая неприятная ситуация Видим Блоков нет Ищем глазки Синий Не синий Бежевый Не бежевый Розовый Не розовый Зеленый Не зеленый Оранжевый Не оранжевый И глазок нет В этом случае Не важно как держать Из любого положения Ну главное серой гранью вверх Мы делаем тот же самый алгоритм Правая дважды Вверхняя дважды Правая на себя Вверхняя один раз Правая дважды Вверхняя дважды Правая на себя Вверхняя один раз Смотрим что теперь Оранжевый Зеленый Бежевый Бежевый Глазки Появились А это хорошо Мы знаем что делать Один глазик здесь Другой здесь Делаем тот же самый алгоритм Правая дважды Вверхняя дважды Правая обратно Вверхняя один раз Правая дважды Вверхняя дважды Правая обратно Вверхняя один раз И видим блок Появился блок Ну Возьмем как нужно Один слева Другой справа Сзади И сделаем алгоритм Еще раз Правая дважды, верхняя дважды Правая обратно, верхняя один раз Правая дважды, верхняя дважды Правая обратно, верхняя один раз Ну и доворачиваем Стоит отметить, что в кубиках 2х2 и 3х3 двойной оборот не важно в какую сторону делать Но в киломиксе и мегамиксе важно Правая здесь сначала вращается от нас, потом обратно А верхняя все время вращается против часовой стрелки И вот киломикс собран Ну сделаем то же самое здесь Мы уже видим блок, а значит понятно Поворачиваем вот так Не обязательно, чтобы здесь что-то совпадало Главное, чтобы блок был слева, а другой справа сзади Правая дважды, верхняя дважды Правая обратно, верхняя один раз Правая дважды, верхняя дважды Правая обратно Ну здесь надо один раз повернуть Но мы не будем, киломикс уже собран Это все, что нужно знать для сборки киломикса по методу для начинающих В продвинутом методе будет больше алгоритмов для сборки верхнего слоя И немножко другой принцип сборки второго и третьего слоев Сейчас я покажу два примера сборки для закрепления на этом и на этом киломиксах Вот перемешанный киломикс Находим любой уголок К нему подтягиваем еще такой же Дальше я вот это ставить туда не буду, буду идти по кругу Бело-зеленый нужен Где у нас бело-зеленый? Вот здесь Можно здесь покрутить нижний слой, чтобы был удобнее Вот здесь вот фиолетовый Ставим пиф-пафом Ну и вот этот Здесь Три пиф-пафа делаем Далее Белый цвет налево Ищем зелено-фиолетовый Не обязательно с него начинать, но мне так привычнее Подводим сюда Сразу хорошо Перехватываем Здесь нужный уголок стоит уже на месте Поэтому отгоняем его Разворачиваем Подгоняем еще раз Не так Гоняем Перекидываем Стал хорошо Здесь Синий-красный нужен Это синий-розовый Вот синий-красный Сюда Не подходит Я сразу вижу, что Если вот так вот сделать не подойдет То есть я могу сразу Его вернуть обратно Еще раз перекинуть И станет уже хорошо Дальше синий-желтый Вот он Подгоняю Не подходит Перекидываем Стал хорошо Фиолетовый-желтый Поищем Вот он Спрятался Выводим В сторону Возвращаем И сюда Не хочет Встал на место Так Белой гранью вниз Смотрим Вот с красным Бежевым-розовым цветами Вот сюда Красный вверх Три пиф-пафа Раз Два Три Тут серый Серый Вот тут зеленый Зеленый где-то здесь был Так Один пиф-паф Здесь без серого Тут синий Сюда Синий смотрит на нас Ну либо влево Делаем Обратный Здесь Желтый Заметил Сдалека Тоже Обратный Пиф-паф И фиолетовый Оранжево-синий Фиолетовый Снизу Делаем Три пиф-пафа Так Что у нас тут Собрано Здесь нужно Развернуть Четыре уголка Ну что поделать Берем вот так Смотрим сюда Здесь серый сзади Два пиф-пафа Раз Два Следующий Четыре пиф-пафа Раз Два Три Четыре Следующий Еще четыре Раз Два Три Четыре Следующий Сзади Сзади Делаем два Ищем белый центр Здесь рядом Как раз уже есть уголок Ищем бело-фиолетовый уголок Еще один Вот Дальше Бело-желтый Отведем вот так Поставим Бело-синий Сюда Поближе Пиф-паф Так И видим Вот этот уголок Белый На нас смотрит Обратный Пиф-паф И соединяем С центрами Так Фиолетовый-фиолетовый Желтый-желтый На бачок Подводим Зелено-фиолетовый Не та сторона Все равно не та Подойдет Перехватываем Зелено-красный Вот Не так Снова не так Так подойдет Перехватываем Синий-красный Не хочет Не хочет Хорошо Синий-желтый Поближе Сразу встал Фиолетовый-желтый Стоит на месте Но не так Разворачиваем Нет Еще разок Да Так Это готово Ищем Не серое Сверху Красно-бежево-розовый Обратный Пиф-паф Раз Так Синий-розовый Зеленый Так Тут не те цвета Вот эти Больше подойдут Синий Снизу Он слева Обратно Пиф-паф Дальше Вот этот Отсюда Опять Обратный Пиф-паф Дальше Сверху Серый-серый Вот этот Опять Фиолетовый Который снизу Он слева Обратный Пиф-паф Так Сверху Остались Одни серые А тут Не собрано Значит Нужно Сделать Пиф-паф Чтобы извлечь Потом Посмотреть Что получилось Снизу Зеленый Здесь Зеленый Справа Делаем Пиф-паф Так Хорошо Дальше Осталось Развернуть Уголки Ну Тут Придется Разворачивать Четыре Ничего Страшного Держим Вот тут Серая Грань Тут Белая И Сколько Два Пиф-пафа Серый Назад Раз Два Развернулся Теперь Четыре Раз Два Три Четыре Следующий Это стоит Хорошо Дальше Серый Сзади Раз Два И последний Серый Вверх Делаем Четыре Раз Два Три Четыре Смотрим Что получилось Тут все Развернулось Тут все Хорошо Ищем Наверху Блока Нет Если Глазки Глазки Есть Один Глазик Тут Другой Тут Делаем Алгоритм Два 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 Справа Один Два Раз Сверху Справа Обратно Один Раз Сверху Два Раз Право Два Раз Сверху справа обратно один раз сверху получился блок вот второй блок стоять не так и поставить этот слева другой будет не там где надо должен быть здесь поворачиваем да так хорошо так справа дважды вверх дважды справа обратно вверх один раз справа дважды вверх дважды справа обратно вверх на один раз и киломинкс собран этих знаний достаточно чтобы собрать любой киломинкс из любого положения алгоритм новый только один если он не был вам известен из мегаминкса а так все остальное пиф-паф и интуитивная сборка продвинутый метод будет отдельно со всеми алгоритмы для верхнего слоя и другим принципу сборки промежуточных слоев тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока